Мой следующий вопрос о том, что такое Просветление и что такое Освобождение. Шри Бхагават, what is enlightenment and what is liberation? Многих людей интересуют достижение Просветления. И существуют многие практики, которые якобы дают Просветление. Но на самом деле Просветление не является самым великим достижением. Освобождение является более высоким состоянием, высочайшим достижением. Но многие люди думают, что Просветление и Освобождение — это одно и то же. Но, на мой взгляд, именно это соединение Просветление и Освобождение как одного, оно создаёт проблему. Но, когда вы разделите Просветление и Освобождение, то вам станет очень все понятно. Просветление — это и есть интеллектуальное понимание. И мы делаем абсолютно всё с помощью интеллекта. И, когда мы хотим сделать что-то, мы делаем это через интеллект. И только благодаря интеллекту мы понимаем, что мы, допустим, на правильном пути, что мы что-то делаем правильно. Если вы поймёте, как правильно использовать свой интеллект, это и есть Просветление. Но здесь освобождение не имеет прямой связи с интеллектом. Освобождение не имеет прямой связи с интеллектом. Освобождение означает освобождение чувств нашего сознания. На самом деле интеллект не имеет силы создавать освобождение, достичь освобождение. И естественное состояние, естественное наше чувство и естественное наше состояние — это и есть освобождение. То есть дать возможность происходить всему естественно — это и есть освобождение. Наше сознание всегда является освобождённым. Освобождение означает освобождённым чувством. Но мы думаем, что интеллект имеет определённую работу по коррекции этого сознания. Это очень очевидная ошибка, что интеллект имеет определённое право корректировать сознание. Итак, то понимание, которое является просветлением, заключается в том, что происходит глубокое и полное понимание, что интеллект не может контролировать или вмешиваться в работу сознания. То есть вот это понимание, что интеллектом вы не можете контролировать сознание является просветлением. И на самом деле мы не должны ничего делать с освобождением, потому что освобождение — это наше природное естественное состояние. И все чувство приходит и уходит естественно. Так что только наш интеллект пытается что-то задержать, либо удалить в это естественное движение потока и сознание. И это создает вот эту борьбу, создает, что вы должны что-то делать с этим естественным состоянием. И если интеллект понимает, что он не должен вмешиваться в проявлении естественного потока сознания... И вот это вот глубокое понимание является просветлением. И вот процесс просветления, он относится к интеллекту, а процесс освобождения, он относится к сознанию. И это не имеет значения. И это не имеет значения. Но интеллект, но на интеллектуальном уровне... И для нашего понимания работа интеллекта, она нужна. Но работа интеллекта не нужна в поле сознания. Итак, мы должны жить в естественном потоке. Мы должны осознанно жить в естественном потоке. Но в интеллектуальном уровне мы должны работать и найти естественную структуру интеллекта. На интеллектуальном уровне мы должны работать и узнать естественную структуру интеллекта. Мы должны понимать ограничение интеллекта, ограничение его должностных обязанностей. Если Вы поняли это на интеллектуальном уровне, то решение произойдет на интеллектуальном уровне. В самом сознании нет проблем, и оно не нуждается в решении проблем. Но здесь все наши работы, все наши усилия, все наши понимания только связаны с интеллектуальным уровнем. Таким образом, мы можем работать для интеллектуального уровня, но мы не должны работать для liberации. И да, мы можем работать для достижения просветления, но не для достижения освобождения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...